Меня зовут Ланс Личман. Предлагаем вашему вниманию цикл видеолекций по управлению чистопородным скотом. Сегодня мы рассмотрим факторы генетических изменений. Фенотип – это совокупность определенных признаков определенного животного. Например, данные о том, что масса теленка при рождении составляет 100 фунтов или 45 килограммов, представляют собой пример простого фенотипа. Различные фенотипы могут определяться для практически неограниченного количества признаков. Можно измерять отъемную массу или массу годовалых животных. Можно говорить об измерении категории фенотипов, например, о легкости отела. К данной категории будут отнесены роды, не требующие помощи со стороны обслуживающего персонала или требующие лишь незначительной помощи. Следует просмотреть план селекционных работ и определить его сильные и слабые стороны. В этом вопросе многое будет зависеть от генетических характеристик и условий среды. И иногда мы можем компенсировать недостатки генетических характеристик, обеспечив для животных отличные условия среды. Так, если в стадии есть недостаточно упитанные коровы или телята, что обусловлено их слаборазвитостью или генетическим дефектом, то эти недостатки иногда можно компенсировать дополнительным питанием. Таким образом, создавая достаточно хорошие условия среды, мы можем компенсировать генетические недостатки. При этом необходимо создавать такие условия среды, которые бы соответствовали потребностям фермы, и обеспечивать одинаковые условия для всех животных, чтобы разница между животными была исключительно генетической. Я считаю, что один из ключевых аспектов генетической селекции заключается в том, чтобы найти оптимальный уровень характеристик, а не добиваться максимальных или минимальных уровней, поскольку в случае изменения условия оптимальный уровень обеспечит большую гибкость. Скорость генетических изменений определяется четырьмя факторами. Если бы мы составляли формулу, то она выглядела бы как произведение первых трех факторов, поделенное на четвертый фактор. К первым трем перемножаемым факторам относятся точность селекции, генетическая изменчивость и интенсивность селекции. Разделив произведение этих факторов на фактор генетического совершенствования животных, мы получим интервал между поколениями. Давайте рассмотрим каждый фактор по отдельности. Интенсивность селекции определяет, насколько придирчиво мы выбираем животных для спаривания и воспроизводства следующего поколения. Например, если нам требуется бык-производитель, интенсивность селекции будет выше. Поскольку мы будем выбирать быка из тысячи, а не из ста особей. Мы выбираем его из большой группы особей и надеемся, что его генетические характеристики будут лучше, чем если бы мы выбирали его из группы, состоящей из ста быков, то есть из группы гораздо меньшего размера. Таким образом, мы можем выделить животных, обладающих превосходными генетическими характеристиками, и использовать их в нашей программе по разведению скота. Другой фактор – это точность селекции. Точность селекции означает, что мы стремимся найти животных, которые наверняка смогут передать потомству свои ценные генетические характеристики. Это достигается несколькими способами. Для того, чтобы обеспечить более высокие показатели точности, обычно требуется найти быка, имеющего большое количество потомства. Изучив данные по большому количеству потомства определенного быка-производителя, мы можем определить, какие признаки данного быка-производителя регулярно хорошо передаются потомству, а какие – плохо. Определив эту закономерность, мы можем быть уверенными в его племенных качествах, поскольку наша уверенность будет основана на большом количестве данных. Если взять быка, от которого родилось только 5 телят, и рассмотреть 5 фенотипов с точки зрения отъемной массы, то из-за недостаточности данных мы не сможем определить, какие генетические характеристики он передаст своему потомству. Генетическая изменчивость определяется разнообразием и наличием генов в популяции. Более разнообразная популяция предоставит больше вариантов для выбора характеристик. Если группа животных с близкородственными связями была выращена в очень специфических условиях среды, то генетическое разнообразие будет ограниченным, поскольку у этих животных будет много общих генов, и у нас не будет такого большого разнообразия признаков, как нам хотелось бы. Другими словами, если у нас есть популяция животных, сильно отличающихся по типу, генетическим характеристикам и частоте различных генов, мы сможем лучше определить, в каком направлении нам следует развиваться, и это обеспечит большую гибкость, чем если бы мы были ограничены работой с небольшой группой. Интервал между поколениями – это период, необходимый для обновления генетических характеристик нашего стада. Многие считают, что интервал между поколениями определенного стада – это просто средний возраст коровьего стада, то есть если средний возраст стада коров составляет приблизительно 4,75 года, то на замену всех самок стада также потребуется приблизительно 4,75 года. Для того, чтобы обеспечить более короткий интервал между поколениями, необходимо чаще обновлять генетические характеристики. Улучшая генетику, мы добиваемся лучших результатов, поскольку достаточно часто заменяем старых или более зрелых коров на молодых животных с лучшими характеристиками. Я считаю, что замена коров по мере их старения играет важную роль. Очень плохо, если у нас есть 15- или 16-летняя корова, которая так и не смогла родить теленка с лучшими характеристиками, чем у нее самой, ведь именно в этом заключается основная цель совершенствования генетических характеристик. Наследуемость – это процентное выражение изменения фенотипа, вызванное генетическими характеристиками, а не условиями среды. То есть это процент от общей изменчивости, связанной с генетическими факторами или генами животного. Плодовитость считается плохо передаваемым по наследству признаком, то есть наследственность передается в 5-20% случаев, или иными словами, плодовитость на 5-20% зависит от генетики. Прирост массы считается умеренно передаваемым по наследству признаком. Многие из таких признаков, как отъемная масса или масса годовалых животных, передаются по наследству приблизительно в 30% случаев. То есть мы полагаем, что общая изменчивость данного фенотипа или отъемной массы на 30% зависит от генетики. Таким образом, остальные 70% определяются условиями среды или применяемыми методами управления. Мясные признаки считаются хорошо передаваемыми по наследству признаками. Очень часто данный признак передается по наследству в 40-60% случаев. К подобным признакам относятся площадь спинной части, межмышечный жир и спинной жир. При селекции сельскохозяйственных животных легче ориентироваться на хорошо передаваемые по наследству признаки. Если мы выделим генетические характеристики, обеспечивающие ярко выраженные признаки, то поскольку большая часть изменчивости фенотипа определяется генетикой, мы сможем добиться лучших результатов, так как фенотип после селекции предположительно улучшится. Генетическая корреляция определяется двумя факторами, устанавливающими силу взаимосвязи между двумя признаками. Иными словами, если между двумя признаками имеется сильная корреляция, то при изменении одного признака другой будет изменяться определенным образом. Если корреляция между двумя признаками более слабая, то при изменении одного из признаков другой практически не изменится. Второй фактор, который связан с генетической корреляцией, это направление связи между двумя признаками. То есть два положительно связанных признака будут усиливаться или ослабляться одновременно. В случае же с негативно или инверсивно связанными признаками, усиление одного из них обязательно ослабит или понизит уровень другого признака, если между ними имеется сильная корреляция. В качестве примера положительной генетической корреляции можно привести корреляцию, обычно существующую между отъемной массой и массой годовалого животного. Как правило, ее значение составляет порядка 0,8. Поскольку за отъемную массу и массу годовалого животного отвечают общие гены, то при изменении одного из признаков, другой признак будет предсказуемо изменяться. В качестве примера негативной корреляции можно привести связь между легкостью отела и массы при рождении. То есть большая масса при рождении обычно снижает легкость отела, так как роды проходят тяжелее, если у теленка большой вес. Между некоторыми признаками отсутствует какая-либо корреляция или предсказуемая взаимосвязь. Можно привести много примеров, но самый простой – это отсутствие связи между легкостью отела и молочной продуктивностью. Увеличение молочной продуктивности никак не влияет на легкость отела потомства данной коровы. Кинетика, как и условия среды, естественно, играет определенную роль в обеспечении ярко выраженных венотипических признаков. Поэтому нам необходимо использовать связь между признаками для того, чтобы правильно осуществлять селекцию. При усилении какого-либо признака необходимо понимать, как подобное усиление повлияет на многие другие признаки. При этом надо стараться выбирать оптимальные уровни различных признаков и контролировать получаемые результаты. То есть надо следить за тем, чтобы улучшение одного признака не приводило к ослаблению других признаков. Если мы будем следить за этим, то сможем разводить скот, который будет обладать многими отличными признаками, благодаря чему у нас будет более продуктивное и прибыльное стадо.